Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами мы приготовим карамель. Для этого нам понадобится кастрюля или сотейник с толстым дном, сахар, сироп глюкозы, сливки с жирностью 33%, сливочное масло, градусник. Сначала в кастрюле мы соединяем сахар и сироп глюкозы. Ставим на огонь и доводим до 170 градусов. Ни в коем случае сахар мы не мешаем. Ставим на средний огонь, чтобы у нас всё не сгорело. Немножко можно брать кастрюлю и покачивать из стороны в сторону, чтобы сахар равномерно растапливался. Ставим на медленный огонь. нагреваем, но не кипятим. Когда наша карамель достигла 170-180 градусов, мы аккуратно вливаем в карамель горячие сливки, обязательно горячие. Масло может быть комнатной температуры, а сливки нужно подогреть, но не кипятить. Добавили сливки, добавили масло. Вот такая консистенция у нас получилась. Видите, комочков нету. Если есть какие-то комочки, они обязательно раздадутся. После того, как ввели сливки и масло, карамель нашу нужно проварить 2-3 минуты. Вот такая карамелька у нас получилась. Всё соединилось, растворилось. Нету комочков. Вот, замечательная. Можно выключать. Друзья, вот такая карамель получилась. Она немножко остыла, немножко загускала. Из того количества ингредиентов, которые я использовала, получилось 490 грамм карамели. Хранить её можно в холодильнике, в закрытой таре, больше недели. Использовать для тортов, капкейков, кексов, ну, или просто к чаю. Продолжение следует... ... Продолжение следует...